В нашей студии находится Илья Алексеевич Коршунов, руководитель российской школы стартапа РОСТ. Позвольте вас поприветствовать в нашей телестудии корпорации развития. Илья Алексеевич, вы представляете на нынешнем форуме замечательную российскую школу, но перед тем, как вы о ней расскажете, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением о степени осознания современным российским научным, технологическим сообществом необходимости в продвижении своих идей, в необходимости освоения навыков по этому продвижению. Вы знаете, я думаю, что на самом деле осознание уже наступило, потому что наши россияне бывают за рубежом, бывают в ведущих научных центрах, и они знают, как происходит коммерциализация технологий. Все были в Силиконовой долине, были в немецких выдающихся центрах, и там вопросы науки неразрывно связаны с этими вопросами коммерциализации. Мы видим, как создаются малые компании ведущими исследователями, в самих этих малых компаниях участвуют нобелевские лауреаты, и это означает, что и для нас это понимание тоже, в общем-то, уже наступило. Та активность, с которой сегодня участвуют российские ученые в конкурсах на получение средств при создании малых компаний, в фонде содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, они, конечно же, являются доказательством того, что, в общем-то, это стало нашей реальностью, нашей сегодняшней жизнью. — Немалая заслуга принадлежит и вашей школе в этом. Давайте мы остановим наше внимание на ней. Что значит ее название и какова ее миссия? — Ну, вообще, наше учреждение, если говорить, оно называется Нижегородский научно-информационный центр, то есть я из Нижнего Новгорода. А школа стартапа, школа роста, да, это проект, который у нас существует около пяти лет уже, он является частью вот этой ярмарки российским инновациям, российский капитал, которая в Оренбурге уже в девятый раз собралась, это тоже о чем-то говорит. — Сама школа стартапа, она направлена на помощь и прежде всего интеллектуальную помощь молодым инновационным командам для формирования вот своих инновационных проектов и бизнеса, как самостоятельного бизнеса, так и проектов в рамках крупных промышленных предприятий. — Действительно, интерес к этому есть, молодежь хочет попробовать, что это такое, ведь, вы понимаете, весь мир увлечен этим духом предпринимательства, и мы должны в очень понятной, в очень узнаваемой форме для наших ребят российских объяснить, что это такое. Школа имеет товарный знак, и этот товарный знак — это рост, и его расшифровка — Россия, ответственность, стратегия, технологии. Мне кажется, что действительно это очень хороший девиз для такой школы, потому что только люди готовы взять на себя ответственность, владеющие современной технологией, и разработавшие стратегию движения на рынке в сегодняшней действительности, могут по-настоящему принести нашей России процветание. Вот и получается, Россия, ответственность, стратегия, технология. — Вернемся к школе. Обозначьте, пожалуйста, основные этапы в ее развитии. С чего начинали, чем гордитесь, о чем еще мечтаете? — Вы знаете, на самом деле эта школа, конечно, возникла по итогам развития самой вот этой ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов, российским инновациям, российский капитал. В какой-то момент мы поняли, что вот это просвещение людей с точки зрения создания собственного бизнеса, вычленения из научной работы инновационного проекта является очень важным. Вот так вот и появилась эта школа, которая работает сегодня с проектами, помогает им получить первое финансирование, и дальше, в общем-то, пускает их в свободное плавание, потому что дальше уже должен помогать опытный инвестор, опытный наставник, а мы вот такие люди, которые даем первый толчок команде для движения к бизнесу. Чем гордимся? Гордимся, прежде всего, выпускниками школы Рост, и я считаю, что и в Оренбурге есть такие люди, которым мы хоть немножечко, но помогли, да, и это очень хорошо, для нас это очень приятно. По крайней мере, сегодня вот на тренинге, который вел Рамиль Рахматуллин, конечно, мы увидели, каких успехов он достиг. Действительно, им можно гордиться, и нам, и, конечно, и Оренбург гордится им. Это очень здорово, что такие люди, на которых можно равняться с точки зрения инновационного предпринимательства, есть сегодня в каждом городе нашего Приволжья. Ну, о чем мечтаете? Мечтаем мы вот о чем. Мечтаем мы все-таки, чтобы проектов, которые от идеи до коммерциализации, было больше. Все-таки их сегодня у нас мало. Причина не столько в отсутствии финансирования. Финансирование, конечно же, есть, и сегодня денег даже больше, чем проектов. А именно в том, чтобы люди были более активны, чтобы они уважительно относились и к труду других людей в этой сфере, в инновационном предпринимательстве, и сами ценили свой труд, чтобы они больше и с интересом понимали, что все-таки путь к благосостоянию лежит именно через вот такие инновационные проекты, а не через сиюминутное какое-то увлечение, сиюминутный какой-то процесс, чтобы искали более длительный путь и принимали его для себя как путь более устойчивый, более стабильный. В конечном итоге все страны это приняли. И у нас тоже эта неизбежность будет, потому что люди должны что-то производить, должны выпускать новую продукцию, быть конкурентоспособными. И вот мне хотелось бы именно, и мечта моя состоит в том, чтобы таких людей стало, конечно, принципиально больше, чем есть сегодня. Понятно, что это эволюционный процесс. Он идет, да, но вот если говорить о мечтах, то все-таки это именно, чтобы проектов было больше. Если я вас правильно понимаю, инфраструктура для таких людей, для продвижения их проектов у нас в стране уже фактически создана. Как вы оцениваете ее масштабы, уровень развития, качество? Вы знаете, я могу оценивать только как эксперт, который бывает в разных регионах и видит, что вот за последние два года ситуация изменилась. Я не для красного словца это скажу. Действительно, появились бизнес-инкубаторы в каждом регионе. В каждом регионе есть венчурный фонд. В каждом регионе сегодня вот можно просто прийти и получить 500 тысяч рублей для того, чтобы попробовать открыть компанию в инновационной сфере. Даже я бы скажу, что желающих меньше, чем денег, которые там предлагаются. Я по разным регионам разному, в разных регионах по разному. Но такая возможность есть. И сегодня это стало реальностью за последние два года. Если там где-то 4-5 лет, а мы вот 9 лет назад начинали эту работу, ничего государственного практически не было, кроме одного фонда содействия, фонда Бортника, как его все называют, то сейчас в каждом регионе такая система создана. И это, конечно, кардинальные изменения, которые мы видим в нашей системе российской за последние четыре года. Она внушает очень большой оптимизм. То есть можно говорить о, в общем-то, о полноценном рынке, где встречаются идеи и... Но вы меня спросили сначала про инфраструктуру. Вот о полноценной инфраструктуре, наверное, сегодня говорить можно. Рынок – это более сложная вещь, она требует тоже времени. Сегодня нет рынка, где можно продать акции созданных компаний в рамках, например, 217-го закона. Однако такая возможность появляется постепенно. Ясно, что тоже пройдет какое-то время. Но возможность, в принципе, уже есть. То есть рынок чуть хуже пока ситуации с рынком, чем с инфраструктурой. Ну, это следующий этап, насколько. Да. Илья Алексеевич, существуют ли какие-то универсальные советы, которые можно дать широкой, скажем так, аудитории ученых Приволжского округа и России для полноценного развития вот этого процесса? Универсальный совет очень прост. Исследуйте потребности заказчиков. Исследуйте потребности населения. Исследуйте потребности промышленных предприятий. И понимайте, как вы можете свои компетенции ученого применить для этих целей. Вот это универсальный совет. Понятно, что инновационный бизнес – это сложная вещь, это целая наука. И вот так просто в обычной передаче об этом не расскажешь. Но вот простой совет такой – старайтесь быть нужными промышленности, людям, придумывайте то, что нужно другим людям. Вот это вот совет универсальный. А существует такая, скажем, может быть, группа людей в науке, которые думают, что вот это не о нас и не для нас? Если да, то что бы вы им сказали? Такая группа не просто существует, она обязана существовать. Потому что существует, и никто не отменил фундаментальную науку, которая развивается преимущественно в Российской Академии Наук. И фундаментальная наука должна быть, она не может быть никак не секвестирована. И, собственно говоря, все, что мы сегодня имеем, это так или иначе является плодом фундаментальной науки. Там действительно сам факт получения новых знаний является приоритетом. И понятно, что, наверное, говорить этим людям, что они должны все побросать и заняться сейчас прикладной наукой, будет неправильно. Поэтому такая группа ученых есть, существует, она существует объективно. И слава богу, что она существует, пускай она живет дальше. И, может быть, пусть больше они используют научное оборудование, пусть больше выстраивают глобальные проекты. Вот, наверное, если что им говорить, то вот и желать только этого. Я, может быть, не совсем точно выразился, я имел в виду вот этот дисбаланс, когда даже средств сейчас больше, нежели желающих ими воспользоваться. То есть те, кто потенциально действительно могут себя проявить в зоне прикладной науки, но по каким-то причинам... Время-то уникальное, надо себя попробовать. То есть, ну, не оставайтесь в стороне от тех событий, которые происходят. Возможности есть. На любом сайте правительства, региона можно найти эту информацию. Она стала доступной. Есть инкубатор, есть венчурный фонд, есть вот эти гранты для начинающих предпринимателей. Ну, почему вы считаете, что это не для вас? Нельзя, чтобы общемировые тенденции прошли мимо вас. Не оставляй, не оставайтесь в закрытой коробочке, в футляре, да, вспоминая классиков. Будьте активны, будьте интересны и работайте. Вот, в общем-то, это библейский совет. Ну что ж, последний вопрос, наверное. Вы почувствовали сейчас отклик со стороны аудитории вот в этом духе? Ой, ну, мы отклик аудитории чувствуем все время, потому что, конечно, это интересное дело, и оно дает результаты. Так что говорить о сегодняшней аудитории? Вот мы, когда начинали знакомиться, разные регионы были представлены. И приятно, что эти регионы приезжают. Я хочу сказать, что за 9 лет вот этого форума российским инновациям, российский капитал, мы видим новые лица. Это означает, что те, кто были до этого, как-то нашли себя. Наш форум – это форум для начинающих. И то, что на нем появляются новые люди, это значит, что дело вот этого инновационного предпринимательства, оно живет, жило и еще будет долго жить. Благодарю вас за интересный рассказ. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова